Граждане, так как жить я нельзя, вам нельзя так жить. Самое главное, чтобы вы любили жизнь и получали удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Я вот получаю удовольствие от того, что играю в скайни-спинг-понг, встречаюсь с людьми, прихожу в зал на столе Тейс, но это сумасшествие. Но если вы готовы к этому сумасшествию, то можете кайфовать так же, как и я от жизни. Конец связи. Своими руками, стоим с собой. То есть они все на стол, которые ограничивают себя в движении. Вы не сможете играть в последний местный спецназ. Надеяна Рудовна. Спасибо. В каждом ударе может не быть ног, может не быть корпуса, но касание мяча с ракеткой происходит всегда. Для того, чтобы ты заставил мячик попасть на стол, надо обязательно дугу вокруг мяча сделать. Вносит, должен пройти свою работу. В 90% играющих в Москве, в России этого нет. Но если ты будешь это делать, то будет контроль над каждым мячом. Мы в любом ударе соприкасаемся с мячом. Вот ты соприкасаешься с мячом. Вот эти вот чехолки. А мы все равно соприкаснемся к мячом сносим. Вот кто-то совершит свою дугу при подаче, при топ-спине. И это будет больше контролем, чем все вместе взяли и оставили. Поэтому проживи с этой мыслью, а потом подумай. То есть любой удар, понимаешь, любой. Подача. Смотри. Дуга присутствует. Топ-спин. Топ-спин. Дуга. Это называют дуга. Как угодно это можно назвать. Можно сказать, работа кистью. Работа что угодно. Но сам смысл, что ты обработал мячик. Вот это очень важно. И при топ-спине справа он тоже присутствует. Хотя это никто не делает. У нас просто и у другой вот так и все. А у нас в принципе еще есть концовка-окончание. И это будет точность, надежность и вращение. Так просто. Переспись это, и на скрите будет легче. Сейчас очень интересный момент в моей жизни. После двух лет паузы с моим больным плечом, которая неожиданно меня настигла после большой паузы в профессиональном настольном теннисе, с которым я закончил 7 лет назад, в 2010 году. Я практически сыграл свой последний сезон. И после этого ушел в бизнес, в другие виды деятельности. И два года назад я захотел сыграть пару соревнований и получил довольно серьезную травму. Плечо у меня заболело так, что я даже не мог за эти два года тренироваться. Вот сейчас мне наконец-то врачи разрешили потренироваться, нашли причину, объяснили. И я вот уже около месяца нахожусь в довольно хорошем спортивном состоянии. Могу тренироваться иногда, позволять себе. Хотя, конечно, за 7 последних лет я перестроил график своей жизни, поэтому не могу уже четко сказать, что я занимаюсь профессиональным настольным теннисом. При этом никогда не прекращал заниматься пинг-понгом. Раз в году у меня проходили соревнования по пинг-понгу в Лондоне, к которым я готовился в течение нескольких дней, когда у меня была возможность. Или даже в самом начале, около месяца, готовился, когда у меня еще рука не болела. Так вот, сейчас у меня хоть и болит рука, но я уже понял, что с ней делать, как можно готовиться, как можно тренироваться. И через месяц у нас будет чемпионат России по настольному теннису в начале ноября. Я спланировал, этот чемпионат будет как раз седьмым, шестым. В нем участвуют все сильнейшие спортсмены России. А так как у меня есть возможность заниматься и пинг-понгом, и настольным теннисом, сейчас у меня очень интересная ситуация в моей жизни, что я пытаюсь совмещать некоторые турниры по настольному теннису, на которые меня приглашают как почетного гражданина этого настольного тенниса и как участника. И хочу все-таки попробовать вернуть себе звание чемпиона по пинг-понгу. Поэтому мне надо включиться в тренировки, в постоянный процесс. И повторюсь, это довольно сложная задача совмещать пинг-понг и настольный теннис. Для многих это вообще непонятно, как совмещать тренировки в этих двух разных дисциплинах. Я научился сочетать. Сейчас еду на работу, потом посмотрю настольный теннис, а потом хочу съездить в зал настольного тенниса, в великолепный зал Ньютон, где есть возможность позаниматься пинг-понгом, совместить приятное с полезным. Очень интересная ситуация с пинг-понгом сейчас в мире. За последние пять лет прошло несколько чемпионатов мира в Лондоне, а в прошлом году очень сильно включились китайцы. Они стали создавать свои лиги по пинг-понгу, большое количество людей играет. И через полтора месяца стартует очень сильный турнир, на который мне надо набрать около 15 иностранных спортсменов со всего мира, привезти их к Китаю для того, чтобы они поучаствовали в большом соревновании. Я тоже хочу сыграть этот турнир, тоже хочу подготовиться. Так что ситуация интересная, и для меня очередной вызов по жизни, смогу ли я справиться с такой ситуацией. Очень хочу показать хорошую игру, подготовиться. Ну и хочу быть претендентом на основные награды этого турнира. Ну вот, нормально, рабочий московский спортивный рабочий денек. Посмотрите на пробочку, и вот так вот мы проводим часть времени, часть нашей жизни в том, что стоим вот в таких безумных пробках. Всего лишь переезжая после обеда на работу или на нашу очередную тренировку. Да, это пугает, хотя для нас это стало обыденностью, к сожалению. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Закончили рабочие вопросы, и отправляемся сейчас в Чертаново смотреть Кубок России по настольному теннису. Хо-хо! Хо-хо, граждане, товарищи! Мы подъезжаем к Мекке настольного тенниса Москвы, России, спорткомплексу Чертаново, в котором проходит Кубок России по настольному теннису, где мы встретимся со многими персоналиями, звездами, звездочками настольного тенниса России последнего тысячелетия. У-у-у! До встречи! А вот и он, больной зуб, Северная Чертаново. Мои лет 35 прошли в этом зале с регулярностью. Мы здесь тренировались, играли, соревнования. Так что добро пожаловать в Мекку настольного тенниса. О, привет! Как дела? Отлично! О, привет! Субтитры сделал DimaTorzok Друзья! Здравствуйте! Показывал, да? Показывал глаз? Нет! А что, на что я обожал? Не счастливее? Да. Ань, ты видела, на что я обожал? Что он там, хвалился? Да? Да? Там, наверное, вообще феерия была. Ань, ты чуть подальше, не поли меня. Здрасте! 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 А что ты как будто со мной ходишь? Ты не со мной, ты просто-то! Не надо, не надо! Ты что полишь-то меня? Я не такой? Нет! Тиман, ну правда, ну что ты меня стыдователь для этой жизни? Да, хорош! А как ты декоратився в такой жизни, что европейские медали завоевываются? Ну, Макс, не знаю, наверное… А вы молодец? Наверное… А вы молодец? Работает? Наверное… Молодец, класс! Молодец, класс! Молодец! Молодец! Фантастика! Так все прошло, не представляешь! Это первый раз в своей жизни! Нет, сложно, но, знаешь, как на одном дыхании все прошло. То есть, девчонки, как-то так, знаешь, если не одна, то вторая, если не эта, то это… У тебя прям вообще классно! Они тебя слушают, ты поддерживаешь, они прям кайфуют хорошо. То есть, ни с кем, никаких… Никаких… Ничего не происходило такого, чтобы, допустим, как-то все на роде команды взошло. Молодец! 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 Причем, Линус, знаешь, уже… Третий на Европе. Это тренер нашей медальной команды. Уже второй раз за последнее время. А вы ведь молодец, да? Я говорю, друг за другом как-то делюсь. Здорово! Ты создал коллектив, в том числе и двоя большая. Я говорю, коллектив создал, что-то… Да, очень хорошо. Я говорю, я и не горжусь, потому что мы праздники, фантастические. То есть, все как-то… Не знаю, ничего лишнего. Не могу ни одной слове сказать, что что-то было там… Даже с теми же румынками тоже там… Не поверился. Сама в себя не поверил, что можно. 0-1-0-9-6. Да, да, да. Но тем не менее… То есть, везде было так. Ну, сегодня закончился первый день Кубка России. Встретил очень много знакомых людей. Посмотрел хорошие матчи. Очень интересное соревнование проходит в Москве. И не мог, конечно, не посетить, потому что надо смотреть за развитием настольного тенниса. Отследить все, что происходит. Быть в курсе. Так что… Вот такой вот у нас день продолжается. Следите. Увидимся. Дальше. Мы заходим в храм настольного тенниса. Современнейший, музейный. Самый лучший в России. Это называется Ньютон-арена. И здесь люди занимаются настольным теннисом, большим теннисом, сквошем и подминтоном. Это самое лучшее место в России. Вот сейчас вы можете посмотреть на управление. Крутейшее место в России. Мы пройдем дальше с вами по храму. Саян сел уже в кафе. Здрасте. Сейчас я поставлю. Саунки, сонки, сонки. Сонки, сонки, сонки. Сонки, сонки. Сонки, сонки, сонки. Сонки. Все, здесь вот так вот. В потрясающих условиях Ньютон-арены. мы тренируемся. Сейчас мой друг Саян Базарович Бундаков, один из лучших менеджеров России в сфере бизнеса и взаимодействия с администрацией, тренирует подачу. Сам процесс у нас налажен великолепно. Посмотрите, какие условия для тренировок. Сейчас тренируем подачу с боковым вращением. И вот очень интересно в таких условиях совершенствоваться, видеть, как мой друг улучшается. Здесь я ему во многом могу помочь. Приходите, смотрите, занимайтесь. Я могу подсказать, если есть какие-то вопросы. Я всегда с удовольствием помогу тем людям, которые интересуются нашими спортом. Андрюха, поставишь сюда руку, пожалуйста? Мы работаем над этим, да. Итак, подача туда, подача сюда. Разворачиваем ноги под праву, да. Разворачиваем ноги под левую. Я вам подаю подачу с одним вращением в одну, в один угол подачу с другим вращением, с противом в другой. Вот как мы вчера ездили. Вы, ваши, мне все, что нужно. Две вещи. Разворот нот под каждой. И носик, дугу свою вокруг мяча делать, заставлять. Все. Вот две вещи, которые мы сейчас... Все остальное у вас есть. Вот это как в игре на счет. Какого-то компонента у вас нет. У вас сейчас нет компонента разворота под каждый мяч. Вот этот не будет на компонент сейчас. Благодаря этому компоненту у вас будет мяч попадать на стол. Второй важнейший компонент это дуга вокруг мяча, которая позволяет точно сделать. Вот за этим я свяжу. Все остальное в принципе вам даже не надо забивать голову. Все остальное у вас есть. Вы сейчас не развернули ноги, а они важнейшие в этом. Вот в этом задании важнейшие правильно развернуть ноги. Мясо. Мясо. Поставьте голову в порядок. Сейчас сбились. Чтобы попадать, надо опять привести. Сейчас я вас сбил своими подачами. У вас путаница в голове. И чтобы попадать на стол, вам надо опять на место упорядочить. Движение ног, движение руки. Вот я вам даю сейчас паузу для того, чтобы вы упорядочили. И чтобы опять начали попадать. Как только сбивается, даем паузу, упорядочим, опять все начинает получаться. Это наш закон. А вот я потом, из-за того, что сильно начали переставлять контролем над действиями и стали ошибки сразу. Вначале вы подали, 4 подачи не приняли, все было нормально. Один раз его подача выскочила, вы со всей силы замочили, у вас получилась и начали не со всей силы, не все было все бушится. Поехали. Это очень важно, чтобы мячик у вас контролировался вашими движениями. Это очень важно, чтобы мячик у вас контролировался тренировка, которую мы сейчас делали. Выгадайте. Пробуем, пробуем среагировать на моё движение. Это очень важно. Сейчас мы с Саяном Базарычем, знакомым, менеджером высшего звена, сыграем партейку на счёт. Хочу ему напомнить то, что тренировка, которую мы сейчас делали, проводили, это было самосовершенствование. А игра на счёт у нас, это игра с соперником. То есть, другими словами, тренировка сама с собой закончилась, а сейчас Саян Базарович будет искать маленькие трещинки, дырочки во мне, чтобы пользоваться ими и обыгрывать меня. То же самое буду я делать. Вот в его большом-большом Саяне Базарович, я буду искать дырочки и трещинки для того, чтобы туда устремить всю энергию настольного сетчика и пинг-пон-га, чтобы обыграть его. А сейчас будем играть с восемь пор. Я буду проигрывать 0-8 сразу. Изначально я почти что лузер и буду становиться за винаром. Дейшко. Лёвко. Лузер. Лiro. Линивый. Линивый. Линьвый, элитовый. А сейчас, мои дорогие зрители, конец моего рабочего дня, я начну заниматься пингом и понгом. И это не то, что моя ракетка для настольного тенниса. Это тупая, бьющая по мячу со всей силы ракетка, которой трудно попасть на стол. Слышите разницу? А теперь увидите ее. Хоп, как проминается накладка в ракетке для настольного тенниса. И благодаря вот этой мягкости и сцеплению мы придаем вращение мячу в настольном теннисе, что является одним из самых сложных в настольном теннисе – это вращение. А вот этой ракетке, которую играли, наверное, лет 50-60 назад, называемый пинг-понг или настольный теннис, можно только как треснуть по мячу и попробовать попасть на стол. Сейчас мы этим и займемся. А тренироваться в пинг-понг я буду с помощью вот такой вот машинки, которая крутит вверх, бьется и собирает мячики и посылает к нам из разных значений и в разные места. И ее обыграть очень сложно, потому что она не устает, в отличие от нас, хуманоид. Субтитры сделал DimaTorzok